Работа в трех театрах, съемки в кино, главные роли в спектаклях. Невероятно сколько дел одновременно у российского актера Кирилла Рубцова. Основатель и директор московского театра, САД, сучащий появляется на телеэкранах в главных ролях рейтинговых проектов. Его карьера стремительно развивается, количество поклонников несомненно растет. Кирилл Викторович, коренной москвич, он родился в столице. 26 ноября 1975 года. Мама врач, а вот кто по специальности отец, неизвестно. После развода родителей Рубцов много лет не общался с ним, затаив на него обиду. По словам актера расставания близких людей, он, 13-летний подросток, воспринял как трагедию. Отношения с отцом наладились, когда сын повзрослел и стал самостоятельным человеком. Кроме Кирилла в семье подрастали старший брат и сестра. Брат от рождения глухонемой, чтобы общаться с ним Кирилл выучил язык жестов. Именно родственник и общение с ним пробудило в Рубцове артиста. В детстве мальчики организовали домашние спектакли кукольного театра. Мечта стать актером привели Кирилла в театральный вуз. Но с первой попытки стать студентом не получилось. Парень долго не мог понять, как его такого талантливого не взяли в артист. Юношеский максималист подсказывал, что мир несправедлив. Обидевшись на судьбу и приемную комиссию, Рубцов поступил в медицинское училище, по окончанию которого получил красный диплом фельдшера. После стал студентом медицинского института, однако там проучился до второго курса и бросил. Семья остро нуждалась в деньгах. Кирилл устроился санитаром, а в молодости, когда появилась возможность восстановиться на учебу в медицинске, Рубцов отказался. Он снова вспомнил о мечте детства – блистать на подмостках. В этот раз судьба и приемная комиссия была благосклонной к молодому человеку. 27-летний Кирилл пошел в ГИТИС и Щуку. Выбрал театральное училище Щукино, где его определили в мастерскую Владимира Иванова. Диплом актера Рубцов получил в 33 года. Словно наверстывая упущенное время, он окунулся в мир театра и кинематографа, успевая проявить себя всюду. В 2008 году началась творческая биография Кирилла Рубцова. Его приняли в труппу театра имени Вахтангова. Кирилл – статный и привлекательный мужчина. Его рост составляет 186 см при весе 80 кг. Актер не женат, а лишь мечтает о семье. Рубцов утверждает, что не умеет делать что-то наполовину, поэтому работа поглощает все свободное время. Либо ты полностью подчиняешь свою жизнь этой профессии, либо ничего не получится. Третьего не дано, считает он. Поэтому театр, по утверждению артиста, стал его монастырем и убежищем от реальной жизни. У Рубцова есть неудачный опыт семейной жизни. Его женой была однокурсница София Лебедева. Студенты отправились в ЗАГС на втором курсе, но через год развелись. Детей в данном браке не было. В театральном за кулиси ходили слухи о романе Кирилла Рубцова с актрисой Анастасией Бегуновой. Но ни подтверждения, ни опровержения поклонники не дождались. О новостях из личной жизни артиста подписчики узнают на его странице в Инстаграме. Однажды Кирилл заинтриговал поклонников совместное фото с Иваром Кальниншем, написав, что встретился на съемочной площадке с кумиром детства. Позже выяснилось, что актеры были задействованы в совместном проекте «Презумпция невиновности». Что касается театра, то на Вафтанговских подмостках Рубцов сыграл десятки ярких ролей. В Оливобе из сорока разбойников перевоплотился в разбойника Сирхана. В Белой Акации, в Моряка, в спектакле «Люди как люди» зрители увидели его в образе Феверна, а в Мадемуазель Нитуш – Роберта Шамплатре. Палитра и жанры, исполняемых Рубцовым ролей, удивительно широки, а артист органично перевоплощается во все предлагаемые режиссерами образы. Строили и Крисиди он философский, ироничный Ахилл, а в царской охоте отважный благородный адмирал Грей. Спустя три года работы на сцене театра Вафтангова Кирилл стал создателем нового театра сад – театр Содружества Артистов Драмы. Расположился новый храм Мельпомены в удивительном месте Москвы – аптекарском огороде. Этот сад – сердце столицы, где растут редкие растения, а в маленьких живописных прудах водится рыба. В 2011 году Рубцов возглавил театр сад. На подмостках возглавляемого учреждения Кирилл сыграл Тайлера Тейлора в Балагане, Христиана Эйлиса Дроссель Мерио в «Шелькунчике в стиле стимпан» и профессора Бернарда Солуэя в постановке Аркадий. В сезоне 2011-2012 года на сцене Московского дворца молодежи русов появился в образе капитана Георга фон Траппа в мюзикле «Звуки музыки» Евгения Писарева. В кинематографе артист дебютировал в 2004 году на первых курсах «Щуки». Кирилл сыграл в эпизоде ленты Ренаты Литвиновой «Богиня, как я полюбила». Затем последовали роли второго плана в сериалах «Рыжая», «Час Волкова», «Закон и порядок», «Преступный умысел». Первая главная роль досталась Рубцову в комедийном сериале «Джефакта» режиссера Криса Уэйта в 2010 году. В том же году на экраны вышел сериал «Маргоша», где актер сыграл Сергея Аксюта. На съемочной площадке ему довелось работать с Марией Берсеневой. Затем зрители увидели комедийную мелодраму «Путейцы» и драматический боевик «Паршивый ловко». В последнем проекте мастерство Кирилла раскрылось в полной мере. До «Паршивых овец» кинорежиссеры видели Рубцова исключительно как обязательного сердцееда, эксплуатируя его внешность. Работа в военной драме помогла создателям кинокартин внимательнее присмотреться к актеру и увидеть, что он блестяще играет многослойные психологические роли, где требуется некий драматизм. В сентябре 2012 года на телеканале «Россия-1» состоялась премьера четырехсерийной мелодрамы «Мамочка моя». Главных персонажей с которой сыграли Анна Горшкова, Дмитрий Орлов, Петр Красилов и Кирилл Рубцов. В том же году в декабре зрители увидели еще одну ленту с Рубцовым в ключевой роли. На канале «Домашний» транслировалась мелодрама Олега Туранского. «Лекции для домохозяек». Актер перевоплотился у молодого психолога Костю Воропаева со свободными взглядами на жизнь. В проекте появились Ольга Гришина, Борис Вашнянский и Кирилл Керро. Артист признался, что ему всегда достаются роли сложно организованных типов, как например Константин в «Лекциях для домохозяек». Это человек, который занимается психоанализом, имея проблемы, от которых по идее должен избавлять своих пациентов. Из рейтинговых проектов Рубцова зрители отмечают роли Ивана Бецкого в исторической ленте «Екатерина» и Андрея Некрасова в криминальной драме Олега Ларина «Шеф. Новая жизнь». В последнем фильме, который впервые транслировался на канале НТВ, артист сыграл главного героя. Также он перевоплотился в Эрнста, нашумевшем в сериале «Кухня», который транслировался на СТС. В 2016 году на НТВ вышел криминальный фильм Игоря Копылова «Наша счастливая завтра». Остановление советских цеховиков. В 1960-е годы зрители узнали артиста в роли журналиста-международника Александра Переверзева. Рубцов появился в компании коллег Ильи Нацкова, Ольги Павловец, Евгения Миллера и Марии Луговой. В том же году состоялась премьера мелодрамы «Птица» с Иваном Охлобыстином в главной роли. Кирилл признался, что работать с талантливым коллегой оказалось действительно настоящим удовольствием. Летом 2021 года на Первом канале был показан сериал «Презумпция невиновности», в котором Рубцов исполнил одну из главных ролей. Кроме него в проекте принимали участие такие звезды российского кино, как Никита Панфилов и Светлана Устинова.